Детские театры моды, а также студенты-будущие дизайнеры приняли участие в проекте «Подиум Урала». 33 работы конкурсантов было представлено в 7 номинациях. Идея была в том, что объединить не только просто студентов и молодых дизайнеров, но еще и детские театры моды, потому что для них это площадка, где они могут посмотреть, во что может вылиться их будущая профессия, талант. То есть они могут посмотреть, вот они сейчас занимаются только в кружке, но что это может, к чему это может привести, если они будут заниматься этим серьезно в дальнейшем, то есть будут уже поступать и на высшее учебное заведение и так далее. Для модели это прежде всего развить свои способности. Для дизайнеров это шаг вперед, чтобы увидеть какие-то новшества у других дизайнеров, что-то взять для себя. Во-первых, опыт. То есть опыт сцены, не все же сразу готовы выступать на большой сцене, чтобы их заметили. Не зря, что вы тоже пришли показать их. Я уверена, что наша площадка станет стартом для многих дизайнеров. У нас тут даже присутствуют работодатели, которые сейчас выбирают дизайнеров перспективных, молодых, и, соответственно, будут приглашать как дизайнеров одежды своего бренда. Без сомнения, это может быть и стартом, и работой над ошибками, но это будет работой над ошибками, когда с претендентами на победу будет проведена еще дополнительная работа, и каждому рассказано, какие ошибки в коллекциях или в единичных изделиях были допущены. В составе жюри эксперты в области фэшн-индустрии, известные дизайнеры, основатели ателье и домов мод, которые оценивали участников как настоящих профессионалов. Вы знаете, это все кажется, что так просто, да, вышел и показал, прошел. Это на самом деле очень тяжелый труд, и наши детки готовятся не менее двух месяцев к таким вот большим показам. Мы придумали такую коллекцию головных уборов, чтобы что-то двигалось. Вот эта деталь, которая крутится в коллекции, это на 3D-принтере отпечатанная деталь. Девочки проделали колоссальную работу, они воткнули порядка 6 тысяч пайеток с гвоздиками. Вот эти шарики сверкающие, это вот их такой труд. Первый опыт конкурса начинающих дизайнеров оказался весьма успешным, а значит у проекта «Подиум Урала» большое будущее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова